Я сейчас вас хотела спросить. Мы с вами где живем? А может, мы в раю живем? Мы не в раю живем, мы в раю. На земле. А может, мы в отруже живем? А такие слова, как ад и рай, кто-нибудь слышал? Да! А вы мне скажите, пожалуйста, вот два слова, вот как выглядит рай? Рай там хорошо, вот это мне вот все понравилось. А еще, может, скажешь, как рай? Что в раю есть? Фонтаны там есть? Все есть! Все есть! Райские кущи! Райские кущи там есть, да. А еще что-нибудь такое в рай? Зампленное дерево! Еще дерево волшебное такое. Так, варанка! 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 Спасибо вам! А воду? Давайте, я даже не буду, что там воду. Сейчас мы приветствуем Аллу Капкаеву, которая нам расскажет притчу Субтитры делал DimaTorzok Собака тоже устала. Вдруг видит перед ним дворец, прекрасные ворота, за оградой музыка, цветы, журчание ручья, словом отдых. Что это такое? Спрашивает человек, у братьника. Это рай, ты уже умер, поэтому ты можешь войти и отдохнуть по-настоящему. А если здесь вода? Да все, что угодно. Прозрачные фонтаны, чистые бассейны. А поесть дадут? Да сколько угодно. Но ведь со мной собака. Сожалею, сэр. Собаку придется оставить за воротами. С собаками в рай нельзя. Человек подумал, подумал и прошел мимо. Через некоторое время дорога привела его к ферме. У негазистых ворот сидел привратник. Скажите, обращается человек к нему, нельзя ли мне попить? Заходи во дворе из колодец, а моей собаке. Да у колодца из поилка, а поесть. Да угощу вас своим ужином, а моей собаке. Да и собаке найдется, косточка. Удивется, что я. Скажите, а куда же я попал? Это рай. Как так? Ведь привратник у дворца неподалеку сказал, что рай там. Да вранье все это. Там ад. А как же вы в раю это терпите? А это нам полезно. Ведь в рай попадает только тот, кто не бросает своих друзей. Вот такая притча.